Планировать будущее больших городов на десятилетия – это миссия тех, кто умеет видеть перспективу, кто чувствует потенциальный запрос и знает, что будет актуально через 20, 30, 40 лет. Как раз таки в этом и заключена работа архитекторов. Вместе с Александром Жарковым, заместителем директора предприятия «Брестпроект», рассматриваем территорию и варианты ее застройки на юго-западном микрорайоне номер один. Сегодня именно этот участок завершает большой пласт работ, начатый много лет назад по застройке заречной части Бреста. Концепция должна учитывать ряд принципиальных факторов. Проект должен быть ярким, так как именно на этом участке многие туристы впервые открывают для себя Брест, а еще многофункциональным и удобным для жителей. Что город будет иметь в результате реализации этого объекта? Мы получим новый микрорайон в городе, который рассчитан на 150 тысяч метров квадратных жилья, это примерно на 5,5 тысяч населения и площадь порядка 30 гектар этой территории. То есть это будет современный микрорайон, в котором уже в полной мере реализуется концепция дворов без автомобилей, то есть можно будет спокойно выпускать детей на прогулку, не опасаясь, что они попадут под проезжающие автомобили. То есть парковки разнесены по внешнему периметру микрорайона, то есть максимальное внимание уделено благоустройству, озеленению именно открытым чистым дворовым территориям. На территории ЮЗМР-1 планируется построить объект разнообразных форм и этажности с высотными акцентами. В проекте предусмотрены и помещения социально-культурного назначения, и паркинги, и общественные центры, и кафе. Все для того, чтобы на территории своего района человек чувствовал себя комфортно. В ближайшее время эту цепочку потребностей замкнет медицинский центр, где отделочная работа уже на финальной стадии. Разгрузится и транспортное сообщение. Сегодня вместе с медицинским центром и микрорайоном Юго-Запад-5 мы построили улицу Бориса Маслова, которая выходит буквально, и выходит медицинский центр. Ну и сделали участок реконструкции Ковицкой трассы, которая будет потом в дальнейшем соединена с кольцом на Варшавке. Да, глобальность и масштабность проекта ощутимы. Пока же перестроителями задача убрать плодородный грунт, подвести к участку коммуникации. К этим работам здесь приступят уже в ближайшее время. Освоение территории будет осуществляться в два этапа – 2021-2025 годы и 2025-2030 годы.